При прошлой администрации вопрос ставился совсем иначе, что рекомендации – это обязательные к исполнению мероприятия. Народные избранники еще в начале своего созыва оформили пожелания избирателей в большой перечень и направили городским властям. Среди них, например, восстановление крыльца у почты номер 7, создание пешеходного перехода у центра развития ребенка и другие. Все рекомендации разделили на уровни. Было принято три вида рекомендаций. Это рекомендации, я буду говорить, малые, средние и большие. Имеется в виду, малые были в рамках 500 или 250 тысяч рублей, большие – это средние дворовые территории, большие – это такие мероприятия, как парк, набережная и так далее, за что мы голосовали. Теперь депутаты ежеквартально спрашивают сотрудников администрации, что сделано, а если не сделано, то когда будет реализовано. Но гладко часто бывает только на бумаге. По некоторым округам рекомендации так и не воплотились в реальность. Основная причина – нехватка денежных средств. Администрация как план себе в работу эти мероприятия берет на стопроцентного, что да, это будет сделано в год, в два, в три, что администрация работает с этими рекомендациями, но что они появятся именно в бюджете и на них определенный бюджет зафиксировали, этого не было. Механизм, заложенный старой командой городского главы, не раз давал сбои. Депутат Андрей Якишин, к примеру, поднимал вопрос ремонта дворовой территории по улице Володарского у дома номер 11 не раз. Работа обсуждалась совместно со специалистами администрации. И положение это внесено, что мы прорабатываем вопрос с администрацией и только после этого включаем в рекомендации. То бишь, если рекомендация невыполнима, ни в какую программу войти не может, мы ее и не вносили. И администрация об этом сразу говорила на этапе согласования рекомендации. Вот и все. Мы работали группой с администрацией, со всеми. К слову, львиная часть рекомендаций все-таки была исполнена. Так появился тротуар Одесского сада 3 до магазина Крестовский. В Паровске были проведены работы по благоустройству территорий в трех дворах. А вот невыполненные рекомендации парламентарии решили передать под контроль уже новому депутатскому составу. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.